У нас в студии 54 сегодня должен был быть дуэт «Алмаз», но так получилось, что по дороге от него отвалился кусок, а вот еще один. Доброе утро, Николай! Доброе утро! Как дела? Хорошо, хорошо, погода солнечная. Всем привет, город Новосибирск и Новосибирская область. Расскажите нам про новые треки свои. Да. Кстати говоря, о Новосибирской области вы как-то осваиваете дальше? Я так понимаю, что гимн Кольцова, да? А, да, было-было дело. Да, ну как было дело, а у вас из-за этого гимна каждый год на день города Кольцова. Черепановский район очень просит гимн. Да. Кольцова именно? Нет, свой. Нет. Заказ поступил недавно. Да? Да, конечно, Маганский. Мы готовы все... Мне кажется, надо осваивать всю Новосибирск область. Да, да, мы готовы спеть любой гимн, который нам предложат. Ну, осваиваем, да, районы мы осваиваем дальше. Москва, наверное, впереди уже скоро. Так пора бы уже. Ну да. Сколько уже лет треку «Город 54», который выходит? С 2010 года мы его поем ежедневно. В общем, это... Я посчитал. Еженедельно по 2-3 раза в неделю. Вот так. Как Аллегрова, угонщицу. Так не было желание раньше поехать в столицу и покорять... И всем рассказать, что у нас тут есть 54. Всегда было. Всегда было. И надеемся, скоро оно осуществится. То есть, это не шутки, мы встретились в маршрутке. То есть, собираетесь на самом деле, да? Ну, и да, есть такие планы, да. Ну, Николай прав, что ты пристал к человеку? Нужно закончить свои дела сначала на родине. И потом уже, да? Ну, прям завершать не будем, конечно. Мы здесь базу оставим какую-то большую. У вас есть коллектив-двойник, который тут останется? Ну, есть, что может остаться, да. Расскажите секрет-то, расскажите, что это, что за приемники. Это мы, ну, это не приемники, это мы творческие различные проекты, которые я сам делаю и курирую, придумываю, продюсирую, поэтому вот... Ну, перечислите нам названия, мы будем гордиться и пойдем на их концерты. На концерты? Конечно. Ну, это не совсем прям концерты. Это какая-то студия, видимо, да? Это конкурсы, фестивали, которые я сам продюсирую и делаю. Какие, какие, какие? Буквально 2-3 июня будет фестиваль Yellow Fest, всероссийский фестиваль. И это первая ласточка, которая, ну, вообще, в принципе, Новосибирск увидит. В новом формате все это будет, ну, так, как обычно привыкли видеть фестивали. В каком формате, да? Это будет рейтинговое соревнование артистов. То есть артисты не будут просто как танцоры, так, как... Артистов местных или приглашают все же? Всероссийские, да. Всероссийские. Да, всероссийские. То есть у нас уже сейчас достаточное количество заявок. Буквально рекламная кампания, ну, недавно началась, но очень активно люди хотят поучаствовать в этом конкурсе. Вот. Но я думаю, что об этом конкурсе мы расскажем попозже. Это только музыкальные вещи или это минута славы сделать, что хочешь? Это исполнительских искусств, то, что люди исполняют, ну, как и вы, в принципе, сегодня говорите, это ораторское искусство. Хорошо, мы исполняем. Конечно, это ораторское искусство. А то. Да. Грубо говоря, художественное слово. Вот. Поэтому. Ну, возвращаясь к нам, в общем, к дуэту «Алмаз» готовится новый трек. Так, уже треки мы на сегодняшний день готовим в Москве, потому что, ну, ресурсная база очень ограничена у нас в регионе. И, ну, к сожалению, конечно, все сосредотачивается уже в Москве. Записывайтесь там, да? Ну, нет, записываться, в принципе, можно в любой студии, в принципе. У нас есть студия, достойная. Да, да, да. Главное, кто сводит, как аранжировку делают, то есть именно вот кадры. А в Москве тогда что? А все остальное, весь продакшн, абсолютно. Музыка, стихи? Ну, я сам пишу и с другими авторами работаю. Вот, и как раз, наверное, первые... Какими? А с различными... Вот сейчас первый... Различный, мой любимый автор. Ну, вот, самую популярную песню нашу написал Андрей Нагорный, Вадим Угрюмов. Андрей, как многие знают, это наш новосибирец. Вадим Угрюмов — это москвич, что странно. А новосибирский написал москвич. Вот. Вот, я думаю, что первый трек как раз будет песня «Апрель», актуально. И сейчас человек уже, Антон, живет в Москве. Опять же таки переехал уже, наверное, года два. Вот, ну, сам новосибирец. Эту песню тоже написал он, да? А текст написал он, а музыку я написал. А давайте мы сейчас послушаем рекламу, а потом послушаем песню «Апрель». Сразу же, да, «Апрель» в исполнении дуэта «Алмаз». Наша! Да-да-да, успела. Я как шумахер. Сейчас ставится и пять копеек, как говорится. С чего началось? Почему началось с патриотических песен? И вообще, как к творчеству пришли? А все случайно началось. На самом деле, были на новой волне в 2010 году и позвонили с радио известного в нашем городе и предложили исполнить песню о городе 54. Ну, вот так. Да-да-да, и все, мы исполнили. На то время я работал вместе с Татьяной, которая сейчас живет в Сочи, переехала, может она нас слышит. И поет там другой номер региона. Ну, сейчас он поет джаз, там, пытается. Нет, а с чего вообще творчество началось в твоей жизни, допустим, Николай? С детского сада. С маленького пианино такого детского. А, вот это вот, которое в каждом садике было, да? Да, ну, то есть пришли там педагоги в детский сад, сказали, у мальчика слух есть, и обратите внимание родители. Вот, и... И родители? И я почему-то сам сказал, я хочу в музыкальную школу. Ну, то есть, мне мама... Сам. Сам. Это удивительно. Сумасшедший. Нас обычно туда силком там приковывали наручниками батареи. Она говорит, вторая рука на фортепиано. Нет, как ты сказал, я... И по пальцам палка. Да, я хочу, говорит, ну, хочет ребенок, ну, пусть идет. И все, они меня в музыкальную школу отдали. И что, закончил прям? Конечно. Все телеком? И ни разу не... Не, ой, я больше не хочу. Вообще, кстати, аранжировщик Сергей Боровлев. Вот. Вот. Такой голос и так огадываюсь, где вы могли по телефону его слышать. А, да, Николай меня нашел, позвонил мне по телефону. У меня был на тот момент сломанный телефон, динамик совершенно не работал. И он говорит, привет, привет, это дуэт Алмаз. Ну, и голос же у тебя так себе, да? Слышала о таком, да, конечно. Сама думаю, что за дуэт Алмаз. И город 54. Договорились встретиться, ну, как-то расслышала. И я, когда пришла на прослушивание, я немножечко сначала боялась. Было даже прослушивание? Да, прослушивание и просматривание меня. Ну, на самом деле, когда я Маше позвонила, она не знала, кто такой вообще коллектив дуэт Алмаз. Вы-то сами как узнали Машу на телефоны, где нашли его? Вот, он мне дал наш знакомый друг, аранжировщик Сергей Бараблев. Он не хотел мне его давать. Я говорю, Серег, дай мне, пожалуйста, мне гастроли уже через месяц. Семей не надо, и другим не дам. Ой, через месяц расписаны. А мне не с кем ехать, ну, потому что... Бросила в Сочи, улетела? Нет, она забеременела вторым. Татьяна, ну, то есть ушла в декретный отпуск, а у артистов не останавливается работа. И мне срочно, хотя бы на какое-то время нужно было. Говорит, ну, ладно, я тебе дам. Я говорю, ну, прям... То есть Машу хотела ставить для своего сольного проекта, то есть как бы дальше. И как там мы селились? Потому что вы не жалеете, вы могли бы быть одна звезда, а теперь приходится делить вот с Николаем. С этим существом. Нет, на самом деле не жалея, я очень счастлива, что мы с Колей встретили друг друга. Это моя жизнь, ну, творческая жизнь. Это мой друг, и не знаю. Если бы не он, наверное, моя жизнь немножечко была другой, не такой яркой. Мы рады, что вы встретились и что успели к нам в студию, и у нас для вас кое-что есть. А забавную историю жизни напоследок. Николай обещал, что Мария придет и расскажет. Но у нас был как-то концерт на площади Ленина, и Маша под ноги не очень часто смотрит. Маша плохо будет видеть с высоты своего роста. А сцена была очень высокая, очень высокая. И мы когда... А там такая подиум вниз была. И, в общем, мы когда шли вниз, Маша... И мы пели в это время? Конечно, петь. И Маша почти вот так кувырок сделала вниз. Нет, я почти сделала, удержалась и просто влетела на следующую ступеньку. А откройте секрет, это была фонограмма или нет? То есть там было такое... Здесь там столько берегов. Э, да, шоу, 50 от 4. Ну, почему мы пели? Ну, может быть, это или проигрыш был? Я уже не помню, что именно. Мы вниз как раз пошли. Наверное, на проигрыш мы пошли. Как бы вниз спускаться, ну, перед сценой. То есть Маша сделала кувырок и снова встала на ноги и продолжила петь. Это он настоящий профессионал своего дела. Да, еще один, кстати, когда мы с Татьяной еще работали. И было очень много, значит, камер включено на одном из корпоративов. Вот. И в белом зале еще. И сзади, получается, подиум заканчивается. И есть такое расстояние сзади. Вот тут пустое. А тут ширма висит. Ну, кто знает. Кажется, что там стена. И она шаг делает и просто назад падает. Вот так. А у нее шикарно. И вместе с ширмой падает. То да. И все камеры, вот самое интересное, были отключены. Вот хоть бы мы, ну, посмотрели, как это все дело выглядело. Вы прям в рубашке родились. Ваша репутация не пострадала. Спасибо большое, что пришли и развлекли. Еще и песню дали послушать. И напоследок, конечно, хоть немножечко, но успеем. Город 54. Дуэт Алмаз. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Мы тоже говорим всем. Спасибо.